В администрации округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. На ней рассмотрели важные вопросы о выполнении работы по проведению антинаркотического сентябрьского месячника. Обсудили способы снижения числа людей, подверженных зависимости от запрещенных препаратов, а также количество смертельных случаев и отравлений. Со своими докладами выступили представители официальных структур. Профилактическая работа в образовательных учреждениях строится в трех направлениях. Работа с обучающимися родителями, педагогами. В тематические недели, творческие конкурсы, беседы, тренинги, круглые столы, обучающие семинары, диспут, родительские собрания, интернет-уроки, викторины, спортивные соревнования, Управление по делам молодежи, культуре и спорту активно строит свою работу в направлении повышения психологической устойчивости молодежи к наркотическим веществам и создания благоприятных условий для самореализации подрастающего поколения. Статистика смертельных случаев по Ленинскому городскому округу за 2022 год увеличилась до 86%. В это число попались зависимые люди в возрасте от 22 до 41 года. Одна из причин летальных исходов – нежелание вовремя обращаться за помощью. В решении этой проблемы важно задействовать все возможные варианты помощи. Основными направлениями профилактической деятельности по сокращению количества случаев острых отравлений наркотиками является деятельность правоохранительных органов. Во-первых, мы запустили огромное количество роликов на кинотеатре «Искры». Это наша самая, наверное, большая площадка, экран огромный, где у нас по 6 роликов три раза в день крутятся. Значит, в газете уже с 1 сентября и баннеры опубликованы. Главная задача общей работы – снижение числа наркозависимых людей и приобщение населения к здоровому образу жизни.